Спелеотуризм это путешествие по пещерам, но его основу проходит в спортивном зале. Чтобы спуститься в настоящую пещеру, сначала нужно освоить специальную технику. Именно в ее знании состязалось более 100 ребят из всех школ города. Кто оказался самым быстрым и ловким, и почему ребята выбирают этот вид туризма, в следующем сюжете. Спортивным туризмом в Кирове занимается большое количество людей. А вот для его разновидности, работы в пещерах, которая называется спелеотехника, зал в нашем городе появился совсем недавно. Несмотря на юный возраст спортсменов и то, что упражнения они выполняют на высоте, травм здесь практически не бывает. Должны обязательно быть две точки страховки. То есть одна точка, вторая точка. Без этого просто судья остановит и заставит что-то переделывать. Но вот пока что не было ни одного штрафа. То есть все делают правильно. Плюс еще судейская страховка. Так, чтобы у нас были какие-то травмы, кто-то откуда-то слетал, как бы нет. На этих городских соревнованиях поспели о технике. Пройти дистанцию быстрее всех среди юношей своего возраста сумел Леонид Куртеев. Говорит, за результатами не гонится. Занимается скорее для души. Атмосфера самого туризма. Друзья, веселая компания. Из нашей школы только один человек на этих соревнованиях присутствует. За остальным я все познакомился на соревнованиях. А вот у девушек равных не было ученицы 18-й школы, где и проходил старт. Анастасия к своему увлечению относится серьезно. Тренируется регулярно и строит планы на будущее. А пока ее результаты лучшие даже среди старших соперниц. В начале этого года мы занимались у нас вот тут у школы на улице. Натягивали параллели, ползали. Тоже к соревнованиям готовились. Это, во-первых, для себя. То, что я развиваюсь. Могу тренером стать в дальнейшем. Заниматься подобным спортом можно уже с первого класса. А вот в пешие дистанции ребенок может отправиться, когда ему исполнится 10 лет. Ведь пройти придется не один километр с тяжелым рюкзаком за спиной. Узнать все подробности можно в Кировском центре детского туризма. Марина Крашениникова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.